Блин, сегодня 6 июля, день Агафены-купальщицы. По идее надо купаться, но мы только собрались на дачу, начался вонючий, свирепый, сильный очень дождь, гроза, непогода, ураган. И пришлось нам отказаться от идеи поехать на дачу. И мы, короче, настроение вообще у меня очень плохое из-за этого, что мы никуда нифига не поехали. Надо чем заняться. И причем, как мы решили поехать на дачу. Только собрались, я уже сумку взяла, футболку одела, смотрим, дождь, гроза, ураган, капец, жесть, вообще трэш. Я думаю, ну ладно, фиг с ним, не поедем. Мы решили, что ладно, все, хорошо, хрен с ним, никуда не поедем, будем дома сидеть, буду на даче разгребаться, на балконе разгребаться. Потому что у меня большая лоджия превратилась в филиал дачи. То есть она очень-очень вся, короче говоря, полна всего, мусора, всего вообще, что может быть с вами, Марина Морлов. В общем, только мы решили, что все, мы на дачу не едем. Мы остаемся дома, и я разгребаюсь на лоджии. Погода тут же стала хорошая, тучи ушли, выглянуло солнышко, солнце стало припекать. Бабки выползли на лавочках, и вообще стало тише благодать, и я поняла, что вполне можно было бы поехать на дачу. В общем, для кота нашли свитер и примерили на него. Кошка вообще этот свитер терпеть не может. Это вообще у кошки покупался свитер, как вы понимаете, он женский, гламурного розового цвета. Но кошка этот свитер возненавидела. Вот. И пришлось его наделить на кота. Коту он хорошо очень подошел. Вот мы на дачу хотели... Дядя Руслан хотел забрать пенопласт. Вот. Ну, короче, не забрал. Какой-то, короче, какой-то страшный упадок в отпуске, воцарился просто, я не знаю, трэш, просто отдых безжалостный, беспощадный получился, воцарился трэш, воцарился хаос. Потому что какие-то странные очень-очень холодные ночи сменяются дождями днем, а дождь сменяется жарой. И вырос виноград, его тоже надо на дачу везти, уже куда-то подвязывать, я не знаю, куда. Потому что так он как-то, я не знаю, он же цепляется за что-то. Еще надо разгребаться. И тут я вспомнила, что скоро предстоит монтаж москитной сетки. Вот. Монтаж новых москитных сеток, потому что старые москитные сетки уже разорваны нафиг. Вот. И сюда нужна монтаж, короче, монтаж москитных сеток. Я понимаю, что приедут, наверное, монтажники, они тут не проберутся по балкону, потому что это трэш. Надо тут хоть расчистить, хоть немножко убраться. Потому что, говорю, балкон превратился в филиал рачи. Причем тут большое, тут очень большая лоджия. Тут вполне можно поставить диванчик и, например, спать. То есть тут можно такую, на летнее время такую, ну, как маленькая такая жилая комната. То есть тут можно, тут даже влезет, допустим, диванчик может влезть небольшой, или какая-то раскладушка. И компьютерный столик, ну, или просто кофейный столик, чтобы кофе пить. Но я не люблю, блин, мне не нравится. Потому что с одной стороны я хожу на лоджию, с одной стороны я вижу любимый завод. Ну, сейчас я его не вижу, потому что выросли деревья, зазеленело все, и завод уже не виден. С другой стороны лавочка, где вечно какой-то, ну, народ сидит и отдыхает. Вот. В общем, что-то вообще мне не нравится лоджия, вообще не прет. И когда ты что-то говоришь на лоджии, мне такое впечатление, что слышно это на все село. Потому что я тут как на сцене, блин, в это, выхожу. В общем, и тут упал, коты обрушили горшки, и рассыпалась земля, и такой срач, что это надо мыть, убирать. Вот. На кота надели свитер, чтобы он не мерз. Ну, кошка вообще ненавидит этот свитер, все время снимает его. Вот. Она терпеть не может свитер. А кот как-то нормально в свитере. Его не смущает даже романтический цвет. Я смотрю, коту, кстати, норм. Я не знаю, может быть, потому что кошка у нас совершенно 100% лысая. И для нее свитер, может, он ей колет как-то соски ее длинные, или я не знаю что. Но ей свитер совершенно окончательно не нравится. А коту свитер вполне похож. Правда, пока я надевала на кота свитер, он с такой ненавистью на меня смотрел, как будто говорил, я обязательно насру тебе в тапке, вот, если ты это сделаешь. Но после того, как свитер надели, я смотрю, коту вполне нравится. Потому что обычно-то свинксы мерзлячие. А тут, я так думаю, он утеплен, собственно, этим шерстяным кардиганом с визером таким длинным. Конечно, у него тут пузико. В общем, кота утеплили. Теперь он воплощение гламура. Да, Кокс, ты гламурный теперь, кон, да? Мне нужно это все разгребать, разбираться как-то. У меня вообще никакого нет желания. Я вообще, блин, я терпеть не могу, раскребаться на лоджии. И вообще, я думаю, зря, нафиг, зря купили квартиру с большой лоджией. На ней все время теперь у меня срач. Это, я не знаю, сюда стекается все, что... Вещи, которые не нашли себе места, короче говоря, в квартире, все это стекается на лоджию. И на лоджии это все, короче, складируется. Вот, блин, и сколько я не пытался, у меня все, каждый отпуск, у меня мысль... Я разберу этот срач, я разберу этот срач. И что-то, блин, нифига подобного. В смысле, что срач просто неразбираемый какой-то. Это кто? Кот в пальто. Да? Вот, вроде бы, вот эту хрень надо выкинуть давно, с одной стороны, с другой стороны. По ней кошки лазают, вроде бы, и не нужно ее выкидывать. Вот, и тут кошка любит отдыхать. Это как загораждение, получается, для кошек. Да, кошка? Тебе надо было пальто надеть, ты у нас кашляешь. Да, ты у нас кашляешь, ты у нас болеешь все время. Но ты пальто не любишь носить. Никто, кот любит быть в пальто. В общем, так вот безда. Вот все время отпуск проходит бездарно. Все время так обидно, потому что ждешь, ждешь его, все. А в этот раз у нас даже не оплачиваемый. И думаешь, вот будет отпуск, вот я буду кайфовать. Вот мне будет очень хорошо, прекрасно и замечательно. Кажется, вот в отпуске вообще я и все успею сделать. Я порисую, я нагуляюсь, я накупаюсь, я назагораюсь. А в итоге, блин, ни хера ничего не получается. Все какое-то херовое, в общем, в итоге. Все совершенно выходит не так, как хочется, совсем не так, как надо. Вот. Тут хоть кот забавник, хоть немножко разряжает обстановку. Да, киса? У них с кошкой все дерутся, уж сколько времени прошло. А кошка как-то не может смириться. И все, при каждом удобном случае шипит и лупит. Да, шипит и лупит. И вот она вот так вот. Вот какая-то она. И вот что-то она не в настроении. Вот, видите, какая кошка. Да, кошка? Ты не в настроении. Как и я, собственно. Я тоже не в настроении, потому что... Блин, все, отказались, решили мы на дачу не поедем. Пипец. Погода, как в раю. Тепло, но в то же время и не жарко. Можно было бы и на великах прокатиться. И асфальт уже сухой. Ёшкин кот. Ну, если я знаю точно, что если мы соберемся сейчас на дачу, на рачу, только мы соберемся, только мы оденемся, опять начнется гроза, гроза, снег, блин, ветер, непогода, вот, и все остальное. У меня тут какие-то заросли, тут уже что-то вянет, что-то растет, что-то такое, что-то, блин, завяло, что-то отросло. Тоже точно нужно разбираться, все это требует какого-то внимания. В общем, насколько я понимаю, все равно нужно в отпуск по возможности куда-то уезжать. Потому что если не уезжаешь в отпуск, все требует внимания. Даже кот требует внимания. Балкон требует внимания. Кактус нужно пересаживать. Уже он весь куда-то уже растет, как рог куда-то вбок. Сливки кончились. То есть придется, наверное, идти сейчас в магаз. И мне вообще ленит. Я говорю, отдых какой-то, блин, безжалостный, беспощадный. Ладно, если бы в будни все это было. Но вроде, блин, отпуска ждешь, 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 ждешь. И хрена, он так быстро проходит. И так бездарно. Вот уже суббота, вот уже прошла неделя отпуска почти. И нифига. Надо разгребаться. Тут надо явно разгребаться. В противном случае монтажник может сломать тут себе ногу. Я не знаю, тут что-то куча лотков, лоточков, тазиков, таназик. В общем, с резиновой сапоги, горшки. Ну, в общем, просто трэш какой-то, да, кошка. И среди всего этого трэша и хаоса сидит кошка. В общем, такие вот дела. Ладно, с вами была Марина Морлок. Пойду я мусор вынесу на помойку. Потому что у меня какие-то горы мусора. В общем, просто, я не знаю, я в отпуске, как будто я в запое. Тоже мне просто в жизни царит хаос. В общем, миром правит хаос. Спасибо всем, кто со мной. Всем счастливо. Пока-пока.